У вас что там? Что вы там делаете? По вашему праву? По смыслу противоправы. Ну просто вы нас что-то не хотите пускать в дюшу мучить. Можем здесь принять заявление у вас? Я здесь буду у вас сидеть что-то? Вы хотите издеваться на отображение? Доверяйте им. Доверяйте им. С чего вы взяли? Где прописаны? Я только что вам сказал. Без представителя по краю. То есть вы отказываете меня в защите, я правильно? Почему отказываете? Мы за чего? Защите моих прав от кого? От полицейского беспредела, если вам так угодно. Вы хотите почему вас здесь опросили? Я хочу пройти в дежурную часть. Для начала мы все хотим пройти в дежурную часть. У вас что там людей убивают? Что там такого? Для чего вы снимаете? Без защиты, да? Вы что тут творите? Вы мне отказываете пройти в дежурную часть? Вы мне отказываете пройти в дежурную часть? Я прошел немножко подождать. В смысле, вы что там людей убиваете? Что вы там делаете? Что вы там делаете, скажите мне? Мы занимаемся. Беспределом вы занимаетесь, я думаю. Потому что почему я не могу пройти в дежурную часть? Мне нужна защита, когда я буду давать эти письки. Пожалуйста. Сколько конкретно? Пошли с адвокат? Вот, мой защитник. Где письменный? Я устно вам заявляю, что данное лицо является моим защитником. Ну, могут быть письменными. Сошлитесь на норму закона. Я не хочу там беззащитным оказаться. На данный момент мы от вас требуем прекращения противоправных действий. Сейчас на бутылку будут там сажать. Вы сами не усели, да? Так, ну вот мы приехали на улицу Кульневу, 14. Отдел полиции, куда доставили у нас нападавших из... Как он там назывался? Triumph Event Hall. Здравствуйте. Туда. Что? Что случилось? Пригласили. Проходите. По какому вопросу? Трех привезли только что, задерживаясь. Вы кто? Заявители. Давайте по одному человеку. Так я выгодил билетку закройте. Мы сами решим что-то сделать. Не, ну мы в дежурную часть хотим все пройти. Давайте получим вопрос. Нет? Почему? Нет? Нет? В дежурную часть мы все пройдем, а там уже по очереди. Понятно. Ну, мы сначала... Один человек кто-то заходит, пишет заявление. Что вы хотите? Написать заявление? Да. Все, один написал заявление, потом следующий этап. Нет, мы хотели бы еще знакомиться с информацией. У вас что там? Что вы там делаете? Противоправное что-то? По... В смысле противоправное? Ну, просто вы нас что-то не хотите пускать дежурную часть. У меня такое ощущение слою. Или хотите? Ни в коем случае. Мы можем здесь принять заявление у вас? Нет. Заявление мы уже написали. Нам надо объяснение дать вот этому человеку. Я хочу написать заявление. Дежурная часть. Да. А в-третьих, уголок заявителя, посмотри. Ознакомьтесь, как писать мне, давать объяснение права своих акций. Сейчас вам спустят оперуполномоченный и непосредственно возьмется дежурная часть приспособлена именно для этого. Для того, что там есть письменные принадлежности. Сейчас глупо одному человеку. Я здесь буду у вас сидеть что-то? Вы что? Ожидаете здесь что-ли? Вы хотите издеваться над гражданами? Ни в коем случае. Ожидайте здесь. Хорошо, майор, вы кто вам представьте? Я ответил. Ну, фамилия у вас есть? Канонов Сергей Викторович. Канонов? Да. Сергей Викторович, мы там проходим дежурную часть. Ожидайте здесь, сейчас к вам куда-то. Так нас не пустят что-ли? Вас сейчас пустят. Ну, ладно. Записывайте. Всё. Так удобнее. Давайте вот сюда. Должить дежурную часть нельзя пройти. Я хочу пройти в дежурную часть заявления. Я вас повторяю. Сейчас придёт выбор. Я вас ещё раз повторяю. Представьтесь, на кого мне написать заявление. Дайте мне банк, листочек. Здравствуйте, я имею в виду кабинет номер 607. Меня там ждут. Меня тоже ждут. Я согласился с этой целью. Ну, что себе? Ну, прохожу я? Да. А? Ну, да. В кабинет 607 Камарии. Ну, где знаю. Сейчас я вам скажу. Давайте, да, позвоните ей тогда. Она меня ждёт. Меня записали полчаса назад. Я не пускаю. Зачем он тебя записал-то? Я вообще не знаю, зачем записать и не пустить, а? Сейчас спустится какой-то там. А зачем вы записывали и не пускаете? Вы... Сейчас тогда будете. Какой оперативник? Не нужен мне оперативник. Я прекрасно на... Вперёд и направо. Зачем не можете, что ли, только оперативник? Не запустите представиться. Слышите? Сержант полиции и остановки. Сержант полиции и остановки. Меня будете пускать? Я вас просто раз повторю. Сейчас придёт это по словам начали, он играет по одной. Вопрос был не такой. Я это был. Я буду пускать всех, да? Ну, всё-то впустите, человек, который записался, и я даже пройду. А? А? Вы вот слушайте то, что вам говорится. Вот этот старший, вы дисциплинарку вы получите за то, что якобы вы нас не пустили. Да. Понимаете? Вы пропустили человека без досмотра, заметил? Ну, вы сыграть хотите, вы в инспекции по личному составу, он скажет то, что он сказал нам, проходите, понимаете? Пропустите человека в дежурную часть. Вы отказываетесь, пропустите меня, так скажите. Ведь я отказываюсь. Вас обязательно пропустим. Я сейчас хочу пройти, я уже записан, вы меня записали у меня. Что это за бардак, а? Скоро, да? Это что, это мне? Да это мне. Да я просил листачек. Я думал, не, я заявление попросил. А мне дадите бланк заявлений. Бланк заявлений дадите? У меня нет. Где-то я заметил. Знание, знание нужно черпать. Ниже называется закон о полиции. Закон, там, не знаю, уголовный кодекс. 59-й закон нам был вообще не изграждан. Ну, это ладно, не будет совпрощен. 76-й приказ. Жуть какая. Вот такой вот отдел полиции Дорогомиловского района. Володенька, ты хочешь пройти туда? Я очень хочу туда пройти. Я являюсь потерпевшим. Места здесь не оборудованы, не стулы, ничего. Я испытываю дикую боль, находясь много часов на ногах уже. Тебе не кажется издевательским отношением? Я думаю, это просто пыточные условия созданы специально для граждан. Для того, чтобы они не писали заявление в полицию. Для того, чтобы просто пришли и покошмарили, одни вышли и ничего не написали. Статистика, чтоб не портилось. Чтоб не работать, а просто сидеть протирать на стуле дырку. А кто писал заявление? А вы что? Ответственно. Заявлений-то у вас много пишете? Вы как-то так? Конкретизируйте. Я заявлений много писал. Ну что это такое было? Кто писал заявление? Это какая-то тогда участковая, помнишь? Встать со стула. Звонит мне. Не знаю, что здесь было. Потом я сижу, а откуда кричит? Встаньте, встаньте, вы не ломаете. А что еще делать? Пропустите человека в дежурную часть. Он записан. Где? В книге у вас он записан. Я сказал, я всех пропущу. Сейчас придет оперуполномоченный. Без оперуполномочного вы не пустите, правильно? Не пустите. Я извините, не могу. Он кому сказал? Кому он сказал? Он только что всем. Не всем, а нам он сказал. Так? Вам он какое-нибудь распоряжение отдавал? Да. Какое? 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 Он сказал нам ждать оперуполномочного. Какое? В общем, он вам никакого распоряжения не давал. Он сказал нам, сейчас придет оперуполномоченный. Мы не должны его ждать. Вы сейчас занимаетесь самому правцу. Он скажет то, что он вам распоряжение не давал. Вы получите дисциплинарное взыскание. Вы неверно восприняли его слова. Вернее, неверно адресовали его. Вас не слышно. Это шумы не давали. Я. Я. Пройдите. Пойдемте, представителем пройдемся. Представитель какой? Я. А вы что со мной хотите сделать? Представитель. Опросить вас. Мой защитный, представитель, не имеет право присутствовать? Он адвокат. А у него обязательно должно быть? Ну и доверенность хотя бы. А каков. Доверяй ему. Доверяй им? Ну, доверенность должна быть письменная. С чего вы взяли? Где прописано? А как мы узнаем, что он ваш? Потому что я только что вам сказал, вам этого недостаточно? Вы написали заявление, хотите опрашивать? Конечно, желаю и жажду этого. Родите, пожалуйста, с представителями. Я без представителя пока. То есть вы отказываете меня о защите, я правильно вас прошу? Почему отказываюсь о защите? Только что я говорю, вот мой защите. Защите моих прав. От кого? Почему от кого? От полицейского беспредела, если вам так угодно. Хотите, чтобы вас здесь опросили? Для начала, полицейские, для начала мы все хотим пройти в дежурную часть. У вас что, там людей убивают? Скажите, что там такого? Капец. Вообще дичь какая-то. Они просто с ними уже взятки наполучали. И хотят выморозить нас, чтобы мы ушли. У меня мнение такое только. Куда мне позвонить, чтобы меня пропустили? Телефон мне дайте. Здесь у вас, не пускайте в дежурную часть. Здесь у вас вообще нет никаких телефонов, доверия даже. Вы сейчас занимаетесь полицейским беспределом. Куда мне пожаловаться на вас? Потом у вас следственный комитет вас отказывает. Я отказываюсь? Для чего вы стримаете? Для защиты, да? Вы что тут творите вообще? Кто вам что-то здесь запрещает делать? Мы можем сейчас пройти в дежурную часть. Вы кто? Вы заявитель. Пожалуйста, пройдите в дежурную часть. Вот мой представитель. Защитник. Кто же пишет? Пропусти заявителя, пожалуйста. Проходите. А защитник? Защитник задержан. Когда будет писать заявление, чуть попозже запишите. Чуть попозже, да? Да, сейчас мы его опросим непосредственно. Хорошо. Следующий вы не будете. Отказывайте. То есть отказывайте у меня, да? Вам вы кто? А вы мне отказываете пройти в дежурную часть? Вы кто? Кто бы не был? Вы мне отказываете пройти в дежурную часть? Вы отказываетесь мне в доступ в дежурную часть? Я отказываюсь. Я прошелся немножко подождать. В смысле? Вы что там людей убиваете? Что вы там делаете? Что вы там делаете? Скажите мне. Мы занимаемся. Беспределом вы занимаетесь, я думаю. Потому что почему я не могу пройти в дежурную часть? Вы пройдете в дежурную часть. Вас просит подождать немного. сколько сколько конкретно сколько конкретно я вам довезно устного я являю что данное лицо я не хочу там беззащитным оказаться вот и в инспекции по личному составу так и сказать на данный момент мы от вас требуем прекращение противоправных действий потому что вы являетесь вы рассматриваете данное дело мы просто в дежурную часть даже еще не попали мы сделаем ну что нас не пустили я думаю я допустим считаю то что нам отказали потому что так это считает что он скажет то что вы голый проект проходить а в одежде нет мы как бы не отказываем но только голый вот мы в отделе полиции нас сами пригласили написать объяснение там заявление кто еще хочет да но у нас не пускают все вместе с представительными понимаете то есть вот так вот помогая полиции сам приезжая хотя могли бы сказать да мы на месте хотим дать заявление да но мы сами приехали да и вот нас не пускай в джурную часть держит в этой комнатушке до паха и по одному а вдруг чё с нами сделают понимаете то есть мало ли всякие случаи бывают тем более не редкость далеко насилие в полиции там до когда к тем более по отношению к заявителям вот ну и ну и вот что с ними делать я не знаю что с ними делать если честно на них никакие меры вот дисциплинарной ответственности привлечем например ну ну и что ну вот зачем это надо меня не понимаю ну а вы друзья обязательно подпишитесь на этот канал нажмите колокольчик там внизу подписывайтесь на ваш instagram и telegram канал ссылки будут в описании нового ловенька отказывайте и залаборно смотрели в полиции по району дорогомилова некоторые граждане проходят вообще просто так вот документы никто не спрашивает дежурный не знаю там сидит сидит же да он шашка стоит стоит молодец то есть пропускает граждан каких то пропускает каких то нет видимо и просто по внешнему виду оценивать девушек пропустил мужчина не пропускает ну какой то сексизм меня через какой то долгий промежуток времени все таки пропустили но как видно рюкзачок имеется а там кстати много интересного да сейчас ножи кассеты пистолета достать вообще удивятся я отразился эти заявления что меня пропустили без досмотра для ничего карманов чем я там лежит тоже никто не смотрел поэтому дежурный как себя ведет пускай получает по шапке в этом отделе не дружелюбно мы приехали вообще дать объяснение по факту нападения на нас то есть мы являемся потерпевшими в данном случае отношение к нам как преступник по просьбе сотрудников именно да то есть сотрудник полиции сказал чтобы мы приехали и дали объяснение нас тут встретили как ожидайте ну вот как говорится место для принятия заявлений хотели здесь дать объяснить давайте мы давали объяснение именно вот здесь вот в этом вот свинарники не побоюсь этого слова сказать свинарники все вам удачи всем пока подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал служить до свидания ждите вызову инспекцию по личному составу принимал начальник по собственной безопасности вот куда надо было очень бы подошло капец парковка для инвалидов туда так вот кто у нас какие люди у нас полиция чуть задел полиции драгомиловский отдел полиции там москва сити на на фоне то есть вон там прогресс где-то а вот тут вот какой-то прости господи сколько я приехал по одному заявлению а талонное давление у меня пять потому что одно и по нападению а 4 на сотрудников полиции которые здесь не радушно встретили а то есть приехали мы по одному преступлению да а увидели еще как минимум в отношении меня 4 написал вас же тоже не пропускали никого да так что по идее каждый еще может ну вот и как за помощью обращаться в полиции неуютно вам данных там батарея даже холодно было не уютно сказали же можно объяснить там оказывается принимать и заявление то есть а я в дежурочке скажу там все жарковато вова там и ручки вова вот нам в комментариях пишут вот сначала вы терпили ти там провоцируете кого-то а потом если что бежите к сотрудникам полиции да и просите помощи как помогают так вот смотрите во первых не помогает во вторых смотрите какая получается математика да на нападавших у меня говорю еще раз одно заявление а на полицейских 4 делайте выводы кто хуже а ничего что и навстречу состоит навстречки причем стоит можно пускай двинуть как думаете о чем нам говорит то что в данном месте все еще табличка все еще парковка запрещено да ну а тут ну так и тут значит получается чем вот знак табличка то есть все еще в зоне действия знака нет ну он же дальше действует он не да здесь табличка подним все еще внизу табличка а я думал там вниз зоне действия знак давай дай прогоняем зоне действия знаков прогоняйте его и павел вина прокляк все встречка стоять не пристегнутая встречка все оформляемся стоять на лишение чем маячки то включили по встречке до административного правонарушения зоне знака 327 парковка подписчики спрашивать а я прошу вас просто передать мое заявление в дежурную часть зарегистрировать умение направить ответ в дальнейшем то есть припарковался сейчас вот в данный момент 21 декабря приблизительно в 19 сколько там 20 по улице кульниво 14 получается этот адрес за 327 табличка все еще в общем 327 также совершил на встречной полосе потом также совершил выезды и движения по встречной полосе прошу они пристегнуты еще был водитель прошу установить лицо управляющий данного транспорта средством и привлечь его к ответственности ответ прошу направить не письменно по адресу который я вам сейчас продиктую готов принять все я вам заявление оставил арсенте владимир викторович москва все данные у меня для вас продиктованы все если вы отказываетесь принять заявление кто конечно же давайте продолжать нарушать все я все сделал свою функцию выполнил всем пока до свидания повод и камеру не убил ну что вова сколько и того сколько нарушений только вот наши не меня а не на самом деле я бы что сделал я бы сделал что сейчас если бы у меня просто просили говорят что давай побыстрее народ ждет на кпп где не очень комфортно и на на самом деле я бы тут написал несколько заявлений по факту там даже два было да человек сидела первое то что водитель нарушил выезд на встречную полосу совершил да здесь скорее нет нельзя поэтому вот чем нельзя выезд на встречную полосу совершал административное правонарушение его привлечь речь пассажира который не отреагировал он является полицейским он должен был тоже на тренировать никак не отреагировал второе припарковался в зоне действия 327 еще одно административное правонарушение пассажир являюсь полицейским тоже это все видел тоже бездействовал потом снова движение по встречной полосе могли бы эвакуатор взять там до переставить на нужную полосу свою попутную и поехать нормально нет они поехали по встречной полосе либо задумать и не знаю каким-либо образом 2 пассажира также то есть шесть заявлений до 6 заявления седьмое заявление то что полицейские которые там вот в отделе полиции у нас как дежурный он является тоже полицейским он отказался принять заявление данное то есть 7 заявлений вот вроде как вот один инцидент но полицейские уч учудили на 7 как минимум заявлений по-хорошему вот володеньку он избранный из каст избранных его пустили первым видите как все давайте пойдем на бутылку не посадите даже не торчит а они его свое забирают они жадны они не отдаются вы нет станы целы все все а куда подписаться там поставить лайк там и так далее там будет ссылки понятно в описании там подписаться там лайк поставить это обязательно обязаловка вообще ребят давайте давать правильно нет никогда не подписывайтесь просто беспрерывно смотрите сидите на ютубе на канале ждите пока обновлять страницу да и желательно с кем-нибудь видео чтобы там просмотры капали мы пошли короче пацаны наводить порядок на руси дальше но вы знаете что делать короче вы 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 знаете знаете меня просто на руки очень замерзли только пальчики всем всем удачи всем пока прийти за свои права